Еду я, значит, домой, ну и по пути решил заехать в то место, где я в прошлый раз сазана поймал, ну и мусор решил дособрать, ну который там остался, мешки с собой побольше взял, ну и вижу тут другую картину, тут еще мусор появился. Смотрите, бутылки, костер, не потушенный, кстати, от него тепло еще идет, и дно от китайского мангала, вот это все выкинуло, это вот одни приехали кинули, вторые приехали кинули, вот так каждый по чуть-чуть кидает, и тут такая свалка происходит. Вот и спрашивается, для кого в прошлый раз собирал, да, сделал одну поляну чище, а в итоге приехали другие и засрали, видел здесь два мужика сидели, ну пьяные с утра я когда ехал, ну и что, они вот набухались и слиняли. Самое интересное, что, ну, вы привозите в пакете с собой мусор, да, ну не мусор, а бутылки наполненные там со спиртным, кто что, ну вы заберите ее с собой в том же пакете, в котором привезли, нет, это надо вот здесь на земле все скинуть. Ой, у меня просто нет слов. Всем привет, снова приехал на рыбалку с ночевой, буду опять ловить сазана, нажим их, ну по крайней мере пытаться. Приехал на новое место, здесь ни разу не был, рыба плещется, жерех, наверное. Не знаю, что здесь будет ловиться, буду первый раз здесь, по идее здесь идет ямы две, я где-то примерно между двумя ямами встал на милике, ну ближе, конечно, к одной яме, чтобы удочки какие-то на яме кинуть, а какие-то на выходе из ямы. Буду пробовать искать, спиннинг с собой тоже взял, буду джиговать, ну видно будет, всем приятного просмотра. Так, пока удочки ставил, здесь что-то маленькое поклевывает, слабо очень. Наверное уже мелочь какая-то попалась. Да, тарашка большая, смотрите какая. Тут буквально минут пять всего прошло, я вот закинул еще одну удочку и все, и попалась. Удочки я уже поставил, вот поймал пока ставил одну тарашку и все, пока поклевок больше не было. Сейчас буду рачелки ставить, пока подготавливаю. Ну рыба сушеная с прошлого раза осталась, я ее даже не снимал, так же ее и заброшу. Тут мне еще подсказали, короче, взять жмых подсолнечника и чесноком его натереть. И якобы на него тоже раки хорошо ловятся. Я не знаю, будут здесь вообще раки, нет, но я так видел одного дохлого. Может быть здесь раки есть. Посмотрим, что за ночь попадется. Теперь его хорошенько натер. Сейчас будем ставить. Видите, мелкая щучка стоит. Видно или не видно? Она даже не боится. Такой сижу, не пойму, в кустах вон там ветки какие-то хрустят. Раз заглянул, смотрю, вроде никто не ходит. Потом смотрю, так издалека черепаха ползет здоровая, аж ветки ломаются под ней. Э-э, ты куда прешь? Самец? А, самка. Наоборот, самка. Маркает. С четвёртый лом np. С четвёртой элли Arabости. С кадром умом. И опять карандаши. Щучки, что ли, сядут? Ух какая, ну давай, так, вон еще одна, сколько щук тут. Мелкая опять. Сейчас я вам покажу, насколько много здесь щук мелкой. Видели? Смотрите, вот. Вот она. Ее просто здесь кишит вдоль травы. Вот опять. Мелкая, а крупной нету. И окуня почему-то нет. Вот такая вся ловится стандарт. Вот сейчас еще опущу. Видели? Видели? Ее просто здесь кишит. Вот смотрите. Блесну просто опускаешь блесну и она... О, это уж покрупней. Можешь я здоровый, как подойдет. Сами видели, щучки здесь очень много. Я даже ее ловить не буду, потому что, ну, она, во-первых, размеры маленькие, она под штраф выпадает. А во-вторых, она берет очень... Вон, какая здесь. Здесь же неплохая стоит. Неплохая щука есть, но она пока не берет. А если вот эту мелкую ловить, она глубоко очень заглатывает, а ее потом отпускать она просто не выживет. Потому что там жабры задевают крючки. Поэтому я ее даже ловить не буду. Я сейчас повешу джиголовку с мандалой. И, наверное, поджигую. Может быть, здесь на глубине крупняк какой будет. Посмотрим. А, кстати, нажмыв пока тишина. Уже солнце садится. Вот, считай, два часа стоят. Ну, доставал, один раз проверял. Мало ли, полная тишина. Пока ничего нет, нажмыв. Посмотрим, что ночью будет. О, тут раки есть. Два штуки. И тарашка с оторванной башкой. Даже две. Одна обглоданная. Раки объели. Это, наверное, нажмых. Нажмых здесь тусили. А раки, считай, поймали. Так. 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 Бал College. Ура! Продолжение следует... Продолжение следует... Пускай гуляет. Мама с папой позовет. Переехал на другое место. Как и в прошлый раз, у меня ночью вообще ни одной рыбы не попалось. А на рачелке два рака небольших. Хотя там... Не знаю почему, там в воду, когда заходишь, примерно по поясу ходит яр. А в этом яру очень много нор. Не знаю, пустые и нет. Я как бы не проверял, не нырял. Но по идее, есть норы должны быть и раки. Но в итоге рачелки были пустые. Сейчас вот поставил удочки. Сами видели, одного небольшого поймал только. Но это буквально прошло сколько? Минут 30. И вот он попался. Будем смотреть дальше. Так, опять. На эту же удочку. Какая-то мелочь клюет. Опять сазанчик небольшой. Почему-то на одну и ту же удочку клюет. А другие молчат. Так, второго тоже отпускаем. Маленький. Пошел небольшой дождик. Помните, я вам показывал штуку такую с половником, чтобы забрасывать удочки на жмых. Вот, я ее немного переделал. Точнее, я ту железку убрал. И нашел спиннинг сломанный. На природе кто-то выкинул. И я из него переделал. Получилась вот такая штука. Тот был короче и тяжелый. Неудобно было. А этот легкий. Сейчас я вам покажу. Точнее, я сейчас сам попробую, как он будет работать. Так. Кладем жмых. Сгрузил. Как-то так. Что с руки, что с палки почти одинаково. В принципе, с руки так же кидаются. Единственное, что пальцы не режешь. Ну, не знаю. Может быть, пристрелиться надо. Потому что сейчас вот я вот этой именно палкой первый раз кидал. Следующий заброс опять попробую. Может быть, дальше улетит. Я потому что помню, что я той предыдущей палкой далеко кидал. метров на 50 у меня точно улетала удочка. Ладно. Посмотрим дальше. Так. Что-то у меня тут леска со стражка слетела и колокольчик в воде. Что-то сидит. Наверное, хорошее. Сейчас посмотрим. Пока слабо сопротивляется. Я бы сказал, даже не сопротивляется. О, какая ракушка большая. А, сазанчик опять маленький. Интересно. Раковина зацепилась за леску. Смотрите, какая. Сазанчик опять небольшой. Пустим его. Так. Еще клюет. Смотрите. тоже на небольшой сазанчик. О, нет. Потяну как. на зацепе. На зацепе, но потянул сильно. Интересно. Отцепит, не отцепит. Да, за что-то зацепил. О, отцепилась. Отцепилась. И, по-моему, сидит сазанчик неплохой. Не вижу пока его. Ну да, уже побольше. Вот это уже можно взять. Поняли? Вот, на зацеп завел мне. Ну, наконец-то, покрупнее попался. Да стой ты. Так, дубль два. Ну, чуть подальше. Клевал на эту удочку. Вытащил, ничего нету. И вот решил второй раз попробовать закинуть. Хоть один там сидит. Хоть один попался. Нету. Даже одного нет. так тут леска со страшка слетела и колокольчик улетел куда-то. его сейчас наверное не найдешь. А, вон он где. Так, посмотрим, что здесь. идёт тяжеловато, но пока не сопротивляется. Как будто на зацепе был. там что-то сидит. И что там? Сазанчик. Сазанчик. И там где-то колокольчик играет. Сейчас будет, надо будет сейчас посмотреть. Ну, вот опять некрупный. что-то сидит. и не клюёт. Что-то сидит. И не клюёт. опять небольшой. сегодня мелочи ловится. Совсем маленький. Не такие сегодня ловится. Ну, и чуть покрупней. Оп. Вот он. только шелестка слетела с удочки. Какой-то сазан попался, похоже. Опа. Давай. Чё-то непонятно. Сошёл что ли? Да нет, чё-то есть маленькая. А так потащил. Аж стражок чуть не вылетел. Где он? Нет, не маленький. Уже более-менее побольше. Смотрите какой. Это уже однозначно взять можно. А то какая-то мелочь постоянно ловится. Ну, это тоже мелкий, как бы. Но по сравнению с теми, что ловится, этот уже не стыдно взять на жарёху. Давай. Ах ты, хорошо взялся. Крючок не могу отцепить. Во. Стой. Опа. Вот он. Всё, собираюсь домой. Удочки пока стоят. Сейчас пока рыбу буду чистить. Может быть, ещё что-нибудь попадётся. Ну, бывает. Ну, в итоге поймал четыре небольших сазанчика. И, по-моему, четыре или пять отпустил. Вот. И три карася. Вот и весь улов на этот. на сегодня. На том, на новом месте, где я был вечером, ну, с ночевой стоял, там попалась только одна тарашка. Я её потом на утро выпустил. Ну, что она будет? Я её, я потому что пока переезжал, она бы уже по-любому бы заснула и потом протухла. Лучше пускай живёт. А, ну и два рака поймал. Здесь, я не знаю, здесь стоят рачилки. Я пару раз поднимал. Вообще пусто. Похоже, либо раков здесь нет, либо днём они вообще не ловятся. Пока мне не везёт с крупным сазаном. Всё ищу, ищу, по рекам езди, но вот в прошлый раз поймал вот на 5 килограмм. Это был самый максимум. Довольный был как салон. Но я думаю, ещё всё впереди. Поймаю я ещё своего зачётного. Надеюсь, видео было интересным. Всем пока! вот весь мой улов льёт. пока удочки собираю. Чё, посмотрим, кто там попался. Чё-то леска вдоль берега. Входу придётся помучиться, наверное. Поглубже зайти. он идёт, идёт, смотрите, бугор какой. Кто там? и сазанчик небольшой. Всё, отцепился. Плыви! Ну, тебя отпускаю, маленький. ещё карась. Карасья мы возьмём. тут ещё они и мангал тут же оставили свой. Да, да, вот ещё часть. мангал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok